У микрофона Юрий Белярский. Сегодня мы продолжаем цикл музыкально-образовательных программ, посвященных легендарным исполнителям. Историческая перспектива развития скрипичного исполнительского искусства со времени возникновения звукозаписи. Легендарные скрипачи от Паганини до наших дней. Яша Хейфец. В чем секрет необычайного исполнительского мастерства Хейфеца? В чем секрет его воздействия на слушателя? Конечно, ответить на это можно только очень приблизительно. Ведь гениальность артиста-исполнителя – это его гипнотическое воздействие на слушателей. Искусство, создать атмосферу, оказавшись в которой, слушатель забывает обо всем на свете и полностью захваченный игрой артиста, как бы переселяется в мир, созданный артистом, в мир воображаемый, в мир прекрасный, сказочный, необычный. И эта область практически почти необъяснима. Техническая же сторона исполнительства доступна для анализа. На скрипке наиболее важны две точки – место, где смычок касается струны, и место, где палец соприкасается со струной. Именно там и кроется секрет звука. У Хейфеца вся энергия концентрируется в этих двух точках. Максимальная экономия, ни одного лишнего движения. Энергия как бы вливается в эти две точки. Сверхпроводимость – вот, что может быть аналогией. Никаких потерян по пути. Су процентов коэффициента полезного действия. Скорость движения смычка, давление смычка на струну строго согласовано с интенсивностью вибрации в левой руке. Импульс – скорость вибрации меняется в зависимости от фразы, нюанса, динамики. Координация рук и быстрота реакции Хейфеца беспрецедентна. Во время исполнения самых быстрых пассажей, пальцы его левой руки движутся совершенно спокойно, и, что поразительно, каждый палец успевает как бы спружинить в момент соприкосновения со струной. Благодаря этому каждая нота пассажа успевает спеть, независимо от темпа, от скорости пассажа. Красота, совершенство и тонкость его фразировки неподражаемы. Его глиссанда – это его почерк, они принадлежат ему и только ему. Сейчас мы послушаем полонесса Винявского «Ре-мажор» в записи 1937 года. Яша Хейфец. «Ре-мажор» в записи 1937 года. Яша Хейфец. «Ре-мажор» в записи 1937 года. Яша Хейфец. Рецепт «Ре-мажор» в записи 1937 года. Я pitокарит европей loro в записи 1937 года. Яша Хейфец. Рецепт «Ре-мажор» в записи 1937 года. Яшака Хейфец. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Я же Хейфеттс и Чикагский симфонический оркестр под управлением Вальтера Хенделла исполнял третью часть скрипичного концерта Сибелиуса Хейфеттс был великий мастер стилизации. Послушайте, как неподражаемо он исполняет свое собственное переложение «It ain't necessarily so» из оперы Порги и Бесс Гершвина. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вы слушали переложение «It ain't necessarily so» из оперы Порги и Бесс Гершвина. Исполнение Яши Хейфеттса. А сейчас реклама. Юрий Белявский у микрофона. Мы продолжаем нашу передачу, посвященную Яше Хейфеттсу. И как это не печально, все имеет свой конец. С 1911 года, года своей первой записи, никем не превзойденный, Хейфеттс стоял на самой вершине Олимпа вплоть до своего последнего концерта 23 октября 1972 года. Всего за несколько дней до 55 годовщины своего незабываемого дебюта 1917 года в Нью-Йорке в Карнеги-Холл. Все эти годы его конкурентом была только его собственная тень. Только он сам был своим конкурентом. Тем, чем Паганини был для 19-го столетия, Хейфеттс стал для 20-го столетия. Кто знает, появится ли когда-нибудь скрипач, равный Хейфеттсу. Только будущее покажет. Мы имеем машину времени для путешествия в прошлое, но не для путешествий в будущее. Итак, мы в Лос-Анджелесе на последнем концерте Яши Хейфеттса, 23 октября 1972 года. Равель «Цыганка» и костыльного тедеска «Шепот моря». Костыльная— КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Мы очень рады пригласить вас на наш следующий концерт, который состоится 26 февраля 2006 года. Это воскресенье, и концерт, как обычно, начнется в 3 часа дня в гостиной Дэвидсон Радио. В первом отделении нашего концерта будут исполняться скрипичные пьесы Шуберта, Чайковского, Дебюсси, Равелли, Крейслера, а после антракта фортепианные сонаты Моцарта и пьесы Шопена. Звоните нам со своими пожеланиями, идеями, мыслями. Мы ждем ваших звонков. Наш телефон 718-303-8000. Также вы можете обратиться к моему веб-сайду www.artofviolin.com. А сейчас я хочу поздравить вас с Новым Годом и пожелать вам всего самого наилучшего и, что самое главное, здоровья и благополучия. Мое имя Юрий Белявский. Спасибо за внимание. До следующей встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok